Приветствую вас. Прочитал ваш вопрос я. Вот. Значит, смотрите, какая получается история, какая получается ситуация. Вы много пишите о том, что вы услышливы, что вы, значит, хотите понравиться, что вы готовы, значит, все сделать для человека, если особенно чувствуете перед ним вину и так далее. Но вы говорите также о том, что вам нужно быть в этом вот ранге, да, в ранге, ну, когда вы приятный, когда вы приятный и интересный человек. Ну, скорее, наверное, приятный, да. Вот. Вы говорите об этом. Вы много очень уделяете этому вниманию. Тому, что вы стараетесь быть приятным. Но вы очень мало, очень мало внимания уделяете тому, что вам это дает. То есть то, для чего вы делаете так. Вот вы говорите. Ага, значит, так. Значит, я хочу угодить в плане удобства, да. Значит, так. Я хочу вернуться в ранг приятного и угодного человека. Вот эти два ваших желания. На мой взгляд, совершенно очевидно, что эти желания ваши, они не удовлетворяются долгим образом. То есть, ну, они не реализуются. Потому что есть нужда постоянно их реализовывать. Если есть нужда постоянно к ним стремиться. И, по сути, по сути дел, вот это ваше поведение, синдром официанта, да, оно нацелено, именно, он нацелен на, именно, реализации ваших желаний. На желание быть значимым. На желание получить одобрение. На желание получить любовь. Получить поддержку. И так далее. Конечно, можно говорить, может быть, можно говорить о том, что вы, допустим, в себе не уверены. Можно, может быть. Но это не точно, это не факт. То, что вы в себе не уверены. И, соответственно, нельзя на сто процентов утверждать, что это действительно так. То есть, что вы именно в себе не уверены. Может быть, вы уверены в себе. Вы уверены в том, что делаете. Вы уверены в том, чем занимаетесь. Ну, в конце концов, у вас своя компания. Ну, вот. Но, очевидно, что вот потребность в том, чтобы быть значимым для других людей. И потребность в том, чтобы чувствовать одобрение от этих людей. Вот это у вас есть. И я полагаю, что если мы сейчас, например, скажем, что вам, допустим, нельзя, вам нельзя, например, вот так себя вести. Если мы скажем, что вам нужно вести себя, например, как-то по-другому, допустим, то получится такая история, что вы просто-напросто будете зажимать свои потребности, свои желания. Они не будут удовлетворяться, и вряд ли вам будет еще лучше, вряд ли вам будет как-то легче переживать, ну, данный момент. Вряд ли вам будет спокойнее. Поэтому, сперва, свои желания нужно увидеть, то есть, что кроется за вашей потребностью, вот, что скрывается за ней. Увидеть, что вы хотите, высказать, высказать, обязательно высказать свое отношение к этому, то есть, ну, то есть, обознать свою позицию, значит, в этом, ну, в этом аспекте, вот, и, значит, подумать, как еще вы могли бы, значит, реализовать то, что хотите. То есть, вот, чувство собственной значимости, например, как бы вы могли его реализовать, что бы вы могли сделать для того, чтобы, собственно, ну, чтобы получить то, чего вы хотите. То есть, как вы можете это сделать, какие другие способы, понимаете, вот, это очень важно, то есть, есть желание, и желание, которые стоят за, да, потребности, значит, всем угодить, они вполне реальны, эти желания, они вполне естественны, эти желания, и обесценивать эти желания, ну, не стоит. Это было бы негативно и деструктивно для вас, еще в большей степени. Далее, вы говорите о том, что вы несколько лет назад начали замечать в себе это. Значит, несколько лет назад что-то случилось, что-то произошло такое, что вы начали так себя вести. А это желание, желание, желание быть начином, желание получать одобрение и так далее, ну, вот, стало более актуальным для вас несколько лет назад. Соответственно, нужно увидеть, что несколько лет назад произошло. Какие-то события, что вы приняли такое решение, какие-то обстоятельства, что подкосили вас, ну, какие-то обстоятельства, которые сподвигли вас на то, чтобы вы так себя вели. Ну, вот, понимаете? То есть, это целиком и полностью ваша ответственность, ваша ответственность в том, что вы так себя ведете. Понимаете? Не мама, не работа в колл-центре, нигде бы то ни было еще. Это вы. Вы взяли и решили так поступать. Я не знаю, поступали ли вы так всегда, или поступали ли вы, начали поступать так вы только вот с недавнего времени, с недавних пор. Ну, не знаю, не знаю, но я однозначно могу сказать, что за этим кроются истинные ваши желания. И за этим кроются вполне реальные предписания. Значит, смотрите. Техники по избавлению, да? Техники здесь не совсем применимы. Понимаете? То есть, осознание, вы осознаете только то, что вы так себя ведете. Но вы не говорите ни о причинах, ни о целях, которые за этим стоят. Это, мягко говоря, степень осознания под большим вопросом. Вы говорите, что воспитание матери и многолетняя работа в ком-центрах. Соответственно, мама вас как-то, значит, сподвигла на то, чтобы вы вот так вот себя вели. Да? Репрезентовали. Соответственно, если вы хотите избавиться от этого, то нужно устранить влияние вашей мамы. Возможно, дело в том же, что у вас не было отца, и вы, собственно говоря, находясь без него, находясь без отца, когда вы переняли ту модель поведения, которая была наиболее, скажем так, одобряема мамой. Понимаете? Вот. Отсутствие мужского образа поведения так же негативно сказывается на том, как вы себя ведете. Понимаете? И дело здесь не в техниках, да? А дело здесь именно в том, насколько все это влияет на вашу жизнь. Понимаете? Вот. Допустим, вы хотите всем угождать. Да? Допустим, вы всем угождаете. Хорошо. Но угождая всем, угождая всем, вы видите вред, который вы себе этим наносите. Судя по всему, данный вред, который вы себе этим наносите, для вас не является чем-то серьезным. То есть, он не мотивирует вас на то, например, чтобы что-то поменять. На то, например, чтобы не допускать его. Значит, либо вы считаете вред недостаточно сильным для себя, потому что, ну, есть же, наверное, некая граница, некая планка, некий такой максимальный ущерб, возможный вам, который вы никогда себе не допустите, который вы никогда себе не позволите. Наверняка он есть. Так вот. Либо вы считаете, что этот вред оправдан. Понимаете? То есть, есть оправдание этому вреду, есть оправдание тому ущербу, который вам наносят. Конечно, я не знаю, что это за ущерб. Я не знаю, что за оправдание вы видите в этом ущербе себе. Но я однозначно думаю, что все дело именно в том, как вы воспринимаете негатив по отношению к себе. Знаете? Ну, вот. Ну, опять же, несколько смущает вот эта фраза, что несколько лет назад вы заметили. Вот смущает эта фраза, потому что обычно, обычно, если у человека есть поведение, то такое, да, тем более, там, которое зависит напрямую от сценария, от сценария. Мамы, например, да, от сценария родителей. Если есть какое-то поведение, то оно, к примеру, начинается с самого детства. То есть, вы с детства должны быть таким вот услужливым, уступчивым и так далее. А у вас это происходит не с детства, у вас это происходит именно, ну, как вы говорите, с несколько лет только. Значит, вполне вероятно, что вы вели себя по-другому раньше и либо чувствовали себя, ну, например, виноватым постоянно, либо вы чувствовали и знали, что у вас не получается добиться того, чего вы хотите, вот так. Через, ну, через поведение, которое вы продвигали до наступления вот этого вот этапа, до наступления вот этого вот периода, когда оно у вас поменялось, понимаете. Вот. Здесь очень важно понять, чего именно вы хотите сами. То есть, если вы хотите не найти себе вред, это личные границы, это забота о себе. Если вы хотите добиваться успеха в своей профессии, ну, то есть, в своем бизнесе, например, это немножечко другое, то есть, немножечко другое, если мы говорим об успехе. Потому что, как правильно сказали мои коллеги, ради успеха, в принципе, можно, да, и, ну, потерпеть некоторый бурет, но только если вы видите непосредственную пользу для вас. То есть, здесь есть вот такие, не совсем однозначные моменты, понимаете. И техники и инструменты, да, есть техники и инструменты, безусловно, но эти техники и инструменты вам использовать самому, самому собой вряд ли представляется вообще возможным, потому что, ну, если это, например, запрет, если это, например, тупик, в который вы попали, то сами из него вы, естественно, не выйдете, потому что вы находитесь под влиянием своего сценария, ну, например, родительского сценария, да. Вот. Если это неуверенность в себе, то, опять же, работа, которую вам нужно провести в этом случае, она вряд ли может быть проделана самостоятельно. То есть, нужно сначала выяснить, что именно у вас, прежде чем давать какую-то технику, понимаете, прежде чем начинать меняться, чтобы понять, чего вообще хотите вы сами. То есть, ну, вы можете сказать, как это, чего я хочу, я хочу, чтобы я не был услужливым. Ну, хорошо. Я понимаю, допустим, вы не хотите быть услугливым. Хорошо. Но представьте себе, что вы сейчас перестали им быть, что изменится. Будут ли последствия этого такими, какими вы их хотите? Не будет ли вам, например, хуже строить бизнес? Не отвернутся ли от вас люди, которые привыкли к тому, что вы вот такой? Может быть, вы не идеальны, но вы такой, и люди привыкли к вам. И тут вы поменяетесь, и люди подумают, что вы испортились или что-то еще. Понимаете? Не будете ли вы потом шалеть о том, что сделали? То есть, дело здесь не в том, чтобы убрать услужливость, дело в том, чтобы увидеть, что за этим стоит. Вы вот, например, даже говорите, да, что вот это воспитание, воспитание, значит, моей мамы и так далее. А что именно в воспитании вашей мамы? Что именно в ней такого, да, что вы теперь, именно вы теперь ведете себя так. Понимаете? Вот. На первое время, да, на первое время, я думаю, что вполне справедливо будет вам постараться отслеживать все эти моменты. То есть, отслеживать моменты, когда вы начинаете быть услужливым. И проследить за своими мыслями в этот момент. То есть, вот, я ставлю другого выше себя. Что я хочу? Какие желания в этот момент для меня актуальны? Чего я ожидаю? Кто я? Какую, например, социальную роль в этот момент я занимаю? Да? Вот. Как человек меня видит? Как человек меня воспринимает? И как я хотел бы, чтобы он меня воспринимал? Как я хотел бы для него выглядеть? Как мне хочется, чтобы меня видели люди? Видят ли они меня такими, как мне хочется? И что я сделал для того, чтобы это было так? Смотрите, если у вас раньше были идеи, желания, ну, иметь свой бизнес, например, ну, совершали ряд ошибок. То есть, у вас не получалось раскрутиться, у вас не получалось что-то еще. И вы поменяли свое поведение. То проблема тогда не в услужливости как таковой. Проблема именно в том, что вы что-то неправильно делали в бизнесе. Если, допустим, наоборот, получилось так, что вы бизнес развили достаточно сильно, ну, достаточно, да? Ну, вот, достаточно. Вы его развили. И после этого стали услужливым. После этого начали чувствовать, что вы пытаетесь всем служить. То это уже совсем другое дело. Это уже означает, что сам бизнес вы как бы боитесь потерять. Отсюда возникает вопрос. Что такого для нас бизнес, что вы боитесь его потерять? То есть, есть мотив, вам поступать так. Есть цель, которую вы преследуете, поступая так. И мотив, и цель имеют над вами сильную власть. Ну, в принципе, как любой мотив и любая цель. И до тех пор, пока мотив и цель не будет выявлены, до тех пор, пока вы не увидите сами для себя пять хотя бы способов реализации цели и реализации мотива, Честно вам скажу, пытаться избавиться от услужливости, это абсолютно безнадежное дело. Потому что необходимость в этом будет, а просто механическое избавление от услужливости. Именно просто механическое избавление от нее, да, механическое устранение ее приведет, по сути, к тому, что, ну, будете вы делать что-то другое. Будете вы реализовываться там, ну, я не знаю, как-то иначе, да, каким-то другим путем, каким-то другим способом. Ну, вот. То есть, разницы, по сути, не будет. Понимаете? Одно вы смеете на другое. Поэтому техники, если вы имеете в виду НЛП, ну, да, НЛП можно использовать. Можно использовать НЛП. Можно. Действительно. Но даст ли это вам что-то, даст ли это вам что-то хорошее, это, на мой взгляд, большой вопрос, который под сомнением. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы. Пишите в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...